Добрый вечер. Сегодня очень редкая категория эфиров. Просто разговор, просто об автомобиле. Фирма Volvo к изготовлению маленьких машин шла чрезвычайно долго. Они как-то сразу были сориентированы на Америку, на американский автопром. И два основателя, Ларсон и Габриэльсон, ну кроме того, что они, поедая раков и выпивая пиво, рассказывали друг другу что-то такое очень странное. Ну, 27-й год, представляете, сидят два отца основателя, и один другому говорит, «Слушай, старик Ларсон, я бы хотел, чтобы наши машины имели пять звезд по Евронкап. Точно, — говорит Габриэльсон в 1927 году. — Я думаю, что необходимо добиться пяти звезд по Евронкап. Как раз к тому моменту, когда мы научимся это делать, изобретут сам Евронкап. И вот, имея ориентацию на американский автопром, оба шведа замечательно совершенно делали большого размера автомобили. Причем, вы же помните, как в Советском Союзе эти автомобили были приравнены по классу к Мерседесу. То есть дипкорпус у нас катался на Вольвах, все знали, что они достаточно прочные. А мы потихонечку впитывали ощущение знака равенства между, воистину, премиальными транспортными средствами и машиной для дипломата в Восточной Европе, а также для сельского учителя под названием Вольво. Но шведы молодцы, потому что, взяв ориентир на этот американский стандарт, на американизм, они очень грамотно преуспели и в больших платформах по сию пору много кого могут, много чему научить. Но маленькие машинки у них не удавались никогда. Всерьез вляпались в тему маленьких автомобилей, они в 1975 году, когда по случаю, так между делом, проходили ребята. Смотрит голландский DAV, нам известный как производитель серьезных и матерых грузовиков, продает свое легковое подразделение, она так целиком, с молотка. DAVчики были очень симпатичными, малолитражки. Это такие машинки, на фоне которых наш Запорожец может было бы воспринять, наверное, эталоном роскоши. Но у покупки 1975 года была интересная штука, называлась она Variomatic. Это моделька DAV 55, была первая машина с вариатором, причем вариатором дееспособным. Причем машинка была маленькая, легенькая, моторчик у него был смехотворный, там, реношный, с 47 лошадиных сил, там их было пара вариантов по форсировке. И Variomatic вполне хватало этого. А когда Volvo дебютировала в классе несвойственных для себя маленьких машинок, вот с этим чужеродным изделием, то она попыталась инсталлировать Variomatic в более тяжелую 300-ю серию, и тут же подорвала имидж на долгие годы вперед. Людям уже тогда, конечно, было очень приятно иметь настоящий шведский автомобиль Volvo, тем более такого вот компактного размера. Но Variomatic, конечно, серьезно подложил свинку. Свинка выросла в большого кабанчика. И как-то так получилось, что и машинка вроде ничего, и идеи вроде любопытные, и все как-то оригинальненько, но ну его нафиг. И маленькие машины Volvo всегда пыталась делать с кем-нибудь в альянсе. Большие молодцы, умели сами. А маленькие, в принципе, ведь логичный путь, если не умеешь, спроси у тех, кто умеет. Спросили. Голландским дафом не получилось. Потом долго-долго плясали с французами, взяли за основу Renault 19, сделали из нее 400-ю серию. Ну, 440, 460 и ураганный совершенно шикарный 480-й автомобиль. Volvo 480, сейчас мало кто вспомнит, как она выглядит. Но она по сию пору, ей уже 30 лет, ну почти, она выглядит очень современно. А потом началась череда заимствований. Mitsubishi Carisma стала Volvo S41 поколения, Ford Focus стал Volvo S42 поколения. А вот сейчас S поменяли на V и получили, на мой субъективный взгляд, первый по-настоящему полноценный вольвовский малолитражный автомобиль гольф-класса. Несмотря на то, что платформа у него все-таки это послесловие к фордовской грядке по выращиванию фокусов, тем не менее, самобытный, полноценный, маленький автомобиль. Вот эти 40 лет серьезных упражнений и неудач повели к тому, что на эволюционном дереве шведской и все более китайской фирмы Volvo вырос полноценный продукт, за который не стыдно. К нам, на всякий случай, поскольку мы страна медведей, ушанок, водки и вечного снега, Volvo приходит в исполнении кросс-кандри на полном приводе, хотя на переднем приводе она тоже есть, на всякий случай это как-то не афишируется. Поэтому для нас малолитражка Volvo, она вроде как бы кроссовер. У нее совершенно невероятный дорожный просвет, поскольку предлагая нашей вечно северной стране затуманенный, заснеженный свой автомобиль, шведы очень серьезно поработали над подвеской, они подняли ее, увеличив дорожный просвет на целый сантиметр, и получили 145 миллиметров, то есть 14,5 сантиметров дорожного просвета. Это настоящий шведский кроссовер. Аплодисменты в зале. Машина полноприводная, гамма моторов у нее большая, и я катался на великолепном совершенно двигателе. Он называется так очень абстрактно шильдиком на задней дверце Т5, но это двухлитровый турбированный пятицилиндровый двигатель в 213 лошадиных сил. Едет замечательно. И вот то, чем сильны шведы, они эту машину научили очень хорошо ездить. Это не Ford Focus. Если предыдущий аппарат фирмы Volvo был все-таки Ford Focus, а просто зверски дорогим, то вот это не Ford Focus. Это машина с электрическим усилителем руля, с очень хорошими тормозами, с потрясающим мотором, с японской коробкой i-Syn, шестиступенчатый автомат, не какой-нибудь там вариоматик, нет, это настоящий автомат. На полном приводе, в маленьком компактном кузове. И если не обращать внимания на то, что машина, в общем-то, играет в другом классе по другим правилам, вот оценивать чисто состояние конструкции. Замечательно, потому что, ну, миллион двести, миллион пятьсот, вы получаете хорошего городского соратника по преодолению неприятностей пробок и поднятию настроения на полном приводе, с мощным мотором, с удобным салоном, с маленьким багажником, имеющим массу невероятно заковыристых комбинаций по укладыванию груза, а также всяких других предметов. Потому что витиеватость предлагаемых форм, она тоже вызывает восторг. Видно, что люди сидели и думали. Они ставили себя на место клиента и соображали, а как вот в этом багажнике что-нибудь вместить. И сделали очень много любопытного, что все остальные, по большому счету, пока еще себе не позволяют. Также стояла задача насытить автомобиль V40 духом премиальности. Это как раз еще одна страница в биографии Вольво. Они и маленькие машинки делали, не очень умея, не очень понимая, как это. И в премиальность они тоже въехали не по доброй воле. Они бы с удовольствием остались со всем своим шведским концерном, производителем неплохих среднестатистических европейских машин для не самых богатых людей. Но когда ими торганули и удачно пристроили в руки к Форду, то Форд, чтобы избежать внутрикорпоративного каннибализма, вынужден был поднять его по цене, заявить его премиальным брендам, с тем, чтобы свои, собственно, те же самые Фокусы и Мондео имели устойчивый спрос. Ну, зачем два одинаковых, по сути, автомобиля под разными названиями? Поэтому Вольво так вот пинком взад оказалась премиальной. И эту премиальность тоже осваивала на ощупь как-то не очень всегда удачно, поскольку, с одной стороны, ну, приятно, конечно, мы премиальные. Самое главное, мы ценные. Ценник-то какой зверский. А с другой стороны, нужно было чем-то подкрепить. И когда они брали за цветные салоны, что 70-я серия, 60-я серия предыдущих поколений, что Хосе 90, когда черный салон, все нормально. Но когда они брали за бежевый или за коричневый, попытка угадать цвет всегда накрывалась медным тазом. Поэтому премиальная машина за чудовищные деньги, стоимостью на как минимум 10 тысяч евро, превосходящая все свои аналоги, имела такое вот цветовое разнотравие на уровне автомобиля Москвич 2141. Что странно, что не очень премиально. Ну, плюс там литье китайское с облоем рук сунул, не туда бац и поцарапался. Спрашивается, за что я платил 2 миллиона. А вот здесь теперь уже этот дух премиальности, он отработан, ну, уже наотмашь. Вот уже сели, сказали, слушайте, ну, сколько можно? Ну, нам жить осталось буквально 5 секунд. Послезавтра нас съедят китайцы. Причем китайцы взялись за Вольвы всерьез, и то, как они краят сейчас эту ферму, это, конечно, не интеллигентный натиск Форда. Форд предпочитал цацкаться. Китайцы так не умеют. Вот эти китайские церемонии, это только наше литературное воображение. Сейчас шведам мало не покажется за свою шведскую самобытность. И вот они успели как раз делать машину, в которую они с душой вложили все то, что и должно, в принципе, быть. И когда они только входили в этот типоразмер, вот тогда, 40 лет тому назад, премиальным подобная машина не могла быть в принципе. За это время клиент подрос, разбогател, Европа ужалась в размерах, и теперь для того, чтобы продемонстрировать свой социальный статус, не получается покупать Бентли. Раньше бы ты купил большую длинную машину, все сразу поняли, да, вот это уважаемый человек. А сейчас в Европе, в континентальной особенно, там скромность, и в том числе в размерах. И маленькие машинки стали в том числе очень дорогими, часть из них, потому что на это есть спрос. Человек класса премиум, вип-персона, погружает себя в соответствующий автомобиль и едет. И получает все то же, что он бы должен был получить в более серьезной, более дорогой, более длинной, более увесистой машине. В этом отношении диалоги Volvo V40, а тем более в исполнении кросс-кантри, она очень хорошо отработана, потому что, конечно, по эргономике, по материалам, по тому, как они думали за клиента, видно, что старались всерьез. Но есть еще один небольшой момент, осложняющий жизнь, это, конечно, мультимедийность любого современного автомобиля. И у Volvo, как и полагается, написано везде, на каждом углу, в любом буклете, что здесь все интуитивно понятно. То есть, Volvo — это одна из тех машин, которая является тестом на наличие шестого чувства. Ведь у человека пять чувств от природы, как мы знаем, а шестое чувство — это то самое, которое в литературе встречается, а в жизни есть не у всех. Так вот, это и есть интуиция. И тест на интуицию стоимостью в полтора миллиона обнаруживает у очень многих людей полное отсутствие этого самого шестого чувства. Потому что понять, как это работает, очень часто не удается. Есть какие-то функции, которые получить от этой машины, выбить данные, например, по одометру — нереально. Ты не поймешь, как это все обнулить. То есть, нужно заканчивать специальные курсы. Но что хорошо, не разобрался, но и не страшно. Едет хорошо, рулится хорошо, тормозит хорошо, размер удачный городской. Вот за это спасибо. Да, мультимедийность — это тяжелейший удар по интеллекту. Ну, немногие люди готовы разочароваться в себе настолько, но при всем при том, ехать она может. Это очень правильно. Достойный автомобиль в качестве режима новости. Шесть баллов у нас с вами в столице. Телефон 6510996. Ну, а теперь поговорим обо всем, кроме Вольво. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что до вас дозвонился. Я тоже рад. Первый раз. Смотрите, маленькая тогда реприза. Ну, не реприза. Ремарка. Ремарка, да. Значит, просто так сложилось, что у нас первая машина в семье была Nissan Note, а вторая машина была Volvo XT70. Ух ты, хорошая. Ну, фантастическая, на мой взгляд, машина. Причем выбор абсолютно случайно так случился. Сначала выбирали крупноразмерную какую-нибудь машину, там X-Trail, Renault Kaleos. Но сложилось так, что машин в наличии не было несколько месяцев. И случайно заехали в салон, выбрали XT70. Ну, ни в коем случае не жали. Вообще просто фантастическая машина, абсолютно. Вот к разговору о том, как Volvo замечательно умеет делать большие машины. Большие машины у них удавались во все времена. И ХС-70, по-моему, одна из лучших. Она, на мой взгляд, она лучше 90-е гораздо. У вас дизельная, бензиновая? Дизельная, D3, 163 лошади. Ну, к сожалению, переднеприводная. Просто тогда по деньгам не хватало. Ну, это, конечно... Я знаю, что вы не любите. Да, это... Ну, тоже ничего. Ну, все-таки Volvo. Собственно, смотрите, у меня вот такой вопрос. Просто знакомые выбирают машину. Нужен универсал, ну, наиболее компактный по размерам и наиболее обширный по внутреннему пространству. И среди тех, там, вот, человек, которому нужна машина, у него... Он хочет управлять ничтой. Ему нужна Toyota Avensis универсальная. Ну, естественно, к сожалению, со старичного рынка. Вот. И я смотрел среди аналогов, что есть там интересного. Можно взять, там, ну, более-менее новую машину Opel Astra, например, универсал. Ашку. Да, можно. Вот. Можно там какую-нибудь Vector посмотреть, то же самое. Но она, наверное, постареет будет немножко. Но, Кирилл, ведь очень неблагодарная у вас задача. Вы пытаетесь выбрать машину человеку, который, на самом деле, сам толком не знает, что хочет, но точно помнит что-то про Toyota. А вы пытаетесь ему аргументированно предложить альтернативу, а у него мечта. И как же быть? Я знаю, да. Да, мечту он хочет. Но просто я помню еще вашу фразу, что вы говорите, что если с машиной нет проблем, зачем менять? Да. У него что? На текущий момент у него тоже Toyota Avensis, но у него вот с 98-го года машина. Если не ошибаюсь, он за пять лет накатал 50 тысяч. Да, то есть у него машины живут долго, умирают неохотно, а теперь он решил поменять тип кузова или просто от добра-добра поискать? От добра-добра, а просто хочется что-то новенькое попробовать. Вот была старенькая, хочется новенькую. Он тем более привык к довольно высокому классу автомобилей. Все-таки Avensis это не Corolla, и Astra для него это будет, ну, некий такой шаг на полступеньки вниз. И все, что вы ему будете предлагать умом, будет идти вразрез с его сердечным представлением о лучшем в мире бренде. Советовать ему бесполезно. Налейте ему стакан спирта, посмотрите на его реакцию. Это будет гораздо увлекательнее, чем пытаться ему объяснить, что новые машины из салона лучше, чем то, что он будет искать на вторичном рынке. Тем более, что на вторичном рынке, ну, не скрученный спидометр, особенно у Тойоты. Да, 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 эту мысль я уже давно держу в голове, что там, когда я вижу какие-то там низкие цены и там какой-то маленький пробег, 99%, что там на 50 тысяч, наверное, скручено, точно. Конечно, конечно, конечно. Вот, а вот если все равно выбирать между Opel Astra, например, универсалами или Toyota Avensis, по надежности, так скажем, вы бы что бы предпочли? Знаете, выбирать между новой машиной из завода и со вторичного рынка, тем самым вы одну из них уже из категории надежности сразу выводите. Потому что как можно говорить о надежности старого кирзового сапога? Сколько войн еще пройдет этот кирзовый сапог? А до Берлина он дойдет? А где он был? А, он шипку брал? Ух ты! И в Альбах он был. А до Берлина? Ну, разговор такой совсем абстрактный. Гадалки за это берутся охотно. Вот всякие там белые магии, черные магии. Они сразу говорят, о, вижу, вижу четвертый цилиндр, вижу, компрессия падает до 8,5. У нас с вами этого не получится. А Astra чем интересна? Она на растянутой базе. Она длиннее хэтчбека. И вот как раз Astra, которая у нас калининградская, она сделана в расчете на то, что вы возите людей в состоянии полнейшего комфорта и берете много груза. Поэтому сидеть там великолепно, все четверо и даже пятеро, кто в салоне разместится, они будут там чувствовать себя лучше, чем в Avensis. Но при всем при том, водитель будет страдать, потому что ему это непривычно, ему это непонятно. И разница классов, несмотря на то, что одна старая, другая более-менее новая, она будет подтачивать в нем вот этот червь сомнений серии, за что я столько заплатил. Тем более, что на сегодняшний день у нас все-таки официальные дилеры, бренды, представительства, они охамели в ценах настолько, что я желаю им как можно быстрее закрыться, разориться, обанкротиться и покинуть нашу страну. Ну, потом через пару лет зайти еще разок, но уже с доброй улыбкой на лице. За эти деньги Astro, она хорошая, она молодец. После Toyota, нет, она, если не иметь в анамнезе такой вот привязанности, то, конечно, нет никаких проблем. Но человек же заболевший, он же сам себя загнал в угол. Олег, здравствуйте. А, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Ой, Сергей, очень приятно вас услышать еще раз. Я вам дозвонился несколько раз. Вы счастливчик. Да. Ну да. Вчера, правда, так и не смог дозвониться. Сергей, у меня вот будущая жена, вот вот свадьба скорая, ездит. Вот 2006 года купила себе Kia Picanto. Ага. Вот, одно из самых первых. Литровый двигатель, 61 и 63 лошадочек. Вот, ну, как бы время прошло, и вот сейчас, в следующей неделе, я буду забирать ей Kia Tits хэтчбэк, 1.6 автомат, 129 лошадок, в новом кузове. Да, в красивом новом кузове. Да. В красивейшем новом кузове. Как вы думаете, сможет он на нем ездить или нет? Потому что, как бы, Пикантика, вот она вот на ней и в любую дырку пролезала, она и высокая. И проехал там 81 тысячу всего на Пиканте, вот за эти, можно сказать, 6 лет, было 7 даже. А вы сид в какой комплектации взяли? Вы всяких опций туда напихали? Там, автопарковщик какой-нибудь, подогрев руля? Нет, 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 ничего этого нет. Ну, как стеклоподъемник, подогрев сидения, руля, подогрева нету. Ну, мультимедиа такая простенькая. Ну, так вам, Олег, предстоит задача объяснить женщине, что с тех пор, как она выходит за вас замуж, у нее меняется социальный статус. Она поднимается вверх, она становится еще более достойной и желанной, вами в частности. И поэтому автомобиль у нее должен быть подобающий, поскольку иначе вдруг это встретит какое-то отторжение с ее стороны. Переубедить женщину ведь невозможно. Поэтому нужно объяснять, почему это хорошо. Потому что красиво, замечательно, здорово, увлекательно. А сам по себе автомобиль не подведет. То есть все эти дифирамбы, которые в его адрес она услышит, они будут на самом деле очень близки к истине. И с ее-то пробегами. И размер только, может быть, ее подведет. Ну, вот тут надо будет потренироваться с ней во дворе. Чтобы она привыкла. Нет, она очень удобно, очень хорошо ездит на моем Форде, СМАКСе за рулем. То есть уверенно себя чувствует. Единственное, что я очень сильно переживаю, вот за клиренс. На Форде у меня очень маленький клиренс. На Пиканте у нее намного выше, чем у меня. Вот я просто вот на Сиде там клиренс. Мало, да, да, мало, мало. И корейцы вообще очень любят прижаться к земле. Что Ки, что Хенде, они все такие низколетящие. Всю жизнь такие были. А Пикантик это маленькая, а высокая это какая? Так и Деуматист тоже вон какой. Он пройдет там, где с ним рядом может быть только какой-нибудь серьезный внедорожник. По геометрии замечательная машинка. Маленькая, коротенькая, колесиками гребет, легкая и вязнуть не хочет. И тонуть не тонет. И Пиканта по этому же принципу сделал. Собственно, Пиканты сделаны, как послесловие к Матису. Уж больно завидная машинка вышла у Део. Поэтому Икея тоже себе захотела такое. А Сид, да, большой, солидный. Еще она очень боится. Но это хэтчбэк, это не универсал. Очень боится вот этого автомата. Потому что все время, всю жизнь на ручке. Что АК была, после АКИ Киа, вот это Пиканта. И сколько вот на моем форте ездит, все никак не может с этим автоматом привыкнуть. Приходится дернуть что-нибудь. Привяжите ей двусторонним скотчем левую ногу к чему-нибудь, чтобы она, не дай бог, сцепление не выжила на скорости 140. А все остальное, знаете, как... Женские страхи со временем меняются на женские восторги. Она, может быть, в этом не признается, но улыбаться будет шире. На автомате, в городе. Я так думаю, все-таки не прогадал. Абсолютно нет. Ни в коем случае. Тем более, вы же ей предлагаете неплохую букашку поменять на очень красивую машину. Людей, которые говорят, что Киа Сит некрасивая, их очень мало. В основном они живут в Африке и вообще являются по должности сомалийскими пиратами. Вот они считают, что, наверное, не удалась машина. Пулемет поставить некуда, и турель не помещается. Все остальные в восторге. И ваша будущая жена, она из этой самой категории эстетов, она вас простит в случае, если что-то не то, за красоту данной машины. Что абсолютно логично. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам за передачу. Спасибо вам. Очень нравится. Первый раз до вас занялся, слушаю вас с самого начала, чувствую. Скажите, вот я хотел узнать Тигуану. Там изменений никаких нету. Есть. Немцы впали в задумчивость. В прошлом номере авторевью как раз замечательный отчет о том, как ребята из редакции переловили с очком большое количество немцев первородных. Всех их сгрудили на полигоне. И на полигоне они взяли и воспроизвели вот этот самый дефект, четко показав алгоритм, при котором АБС распускает тормоза, и машина с песнями улетает в дальнюю даль. И поскольку немцы до последнего отпирались оттут, ведь очень важно было воспроизводимость вот этого самого дефекта. Она стала наглядной. Молодцы. Они этот алгоритм отработали и немцам предъявили, сказали, ну, сами попробуйте, мы вам покажем. Немцы взяли коллективную репу и начали ее страдальчески чесать. Теперь они взяли также тайм-аут и уехали к себе в Германию при помощи баварских сосисок и пива постигать истину. Учитывая, что ребята, они пытливые, а носом их ткнули очень болезненно, ну, к следующей прошивке, я думаю, где-нибудь годика через три они как раз подоспеют с правильным ответом. Сергей, а вот для женщины стоит вообще сейчас это? Вот она хочет, а я, честно говоря, не знаю. А я бы тоже поостерегся, потому что все вроде хорошо, но Tiguan, Yeti и Q3, поскольку это одна и та же машина, вот у Q3 и у Yeti этого дефекта нет. У них ABS другой, с другой прошивкой. В принципе, другого изготовителя. Вообще другой. И, может быть, имеет смысл тогда не обращать внимания на бренд? А этот дефект, он в процентном соотношении сколько? 50 на 50, там 20 на 30? С точки зрения немцев, 1 против 99. А с позиции людей из Tiguan клуба, ну, где-то, наверное, 30-40% машин имеют вот эту неприятность. Понятно. Но это все, знаете как, не все же жалуются, а некоторые эту болезнь у себя обнаружили только после того, как прочитали. До этого считали, что это особенность, ну, просто тормозили пораньше. Это как всегда. Вот прочитаешь медицинскую энциклопедию, и все, кроме родильной горячки, у тебя уже есть. Да, конечно, понятно. Ну, Tiguan, он неплох, и особенно у него есть оффроуд-пакет, и вот с этим оффроуд-пакетом у него есть специальная кнопочка, которая в том числе позволяет ему ехать вот в этом режиме якобы оффроуда, и в том числе вдумчиво относиться к спуску с горы. Эта кнопочка у него рядом с рычагом КПП. Так надо обязательно с этой функцией брать? Да, и вот с этой функцией, сколько людей из Tiguan клуба приезжали, в том числе и на нашу вот импровизированную тестовую трассу, машины, оснащенные этой системой, ведут себя более прогнозируемо. Ее кнопочку один раз нажал, и машина поехала, и останавливается. Без этой функции, к сожалению, пролетает иногда мимо. Новости. Страсти на дорогах Москвы возросли до 7 баллов по лукавой шкале Яндекса. В общем-то, в прежние времена это было где-то порядка 8, наверное. Так что общаемся. 65, 10, 9, 9, 6. Николай, здравствуйте. Добрый день. Рад вас слышать. Сергей, меня зовут Радик. У меня вот такой вопрос. Я с вами на Фейсбуке общался по поводу пошлоприобретения автомобиля СХ4, то есть я хотел данный автомобиль приобрести для дочери. Как вы считаете, что все-таки данный автомобиль в качестве... Ну, я понимаю, что пластмасса, подремушка там и так далее. Но вы хотели автомат передний привод. Передний привод, да. Ну, вот как бы полный привод вроде бы как поинтереснее, но в то же время там уже ценник тоже не детский получается. Ценник такой, как будто это настоящий кроссовер, каковым он не является. СХ4 это просто хорошая машина, с просто пластмассовым гулким салоном, отлитым из монолита и выпиленным лобзиком. Это большой плюс салона, потому что ломаться там нечему, греметь там нечему, просто выглядит вульгарно. Сам по себе автомобиль, вот лишенный полного привода, он не имеет никаких ярко выраженных преимуществ. Возможно, ценовые. Венгерская сборка, не знаю, плюс это или минус. Размер средний, параметры средние, едет неплохо, выглядит сомнительно. При всем при том, когда он на полном приводе, это фантастическая машина. СХ4 хэшбэк на полном приводе, на ручке, это фантастический аппарат. Он едет великолепно, у него потрясающая настройка подвески, он позволяет очень многое из того, что его одноклассники, в принципе, даже в учебнике не проходили. А так, просто машина. Дочка будет точно счастлива. Тем более, она же не будет знать, что это Венгрия. Она будет так небрежно, про настоящее японское качество, про хорошего папу. Не, она как бы, так сказать, ну, она знает, что где Венгерская сборка, потому что, как бы, как второй альтернативный вариант был Кирилла, то есть, она знает, что это Калининградская сборка. Ну, к счастью, Калининградская досборка не сильно портит машины, потому что она все-таки не по полному циклу, это нас очень сильно выручает. Это же не несчастная Шкода, которую облекли на каторгу на Нижнем, в Нижнем Новгороде. Там-то полная катастрофа, там же по полному циклу, сейчас Октавия пошла со вчерашнего дня, ура, наконец-то мы получили настоящую русскую Шкоду Октавию, с настоящим немецким качеством, ха-ха, три раза. Качество привезли отдельно в бочках, оно кончилось уже. С Рио все нормально, тем более, ну... Ну, это более молодежный как бы автомобиль, я так понимаю, он не позиционируется, так как более молодежный, но вот единственное, я все-таки считаю, что там у SX-4 как бы геометрическая проходимость все-таки получше, чем у Рио. А зачем вам проходимость, если вы отказываетесь от полного привода и приобретаете просто городской хэтчбэк? Ну, я с вами не согласен, в том плане, что когда как бы плохо чистят снег, это все-таки повышенный клиренс, он как бы, если голова как бы на плечах есть, он спасает. Это да. Скажите, а вот вы про Киа Рио сказали, вы имеете в виду вторичный рынок или первичный? Нет, я рассматриваю как бы в данном варианте первичный рынок, вторичный рынок, ну, не знаю, я в принципе как бы имел горький опыт поехать посмотреть, но я не знаю, пока, так сказать, позволяет возможность приобретать, пусть корейский, ну, как бы новые автомобили, каждые четыре кода, как бы, да, мне там расписывал, что все, ну, машина сказка конфетка, но я как бы в этом плане не могу не сказать, что это совсем чайник, но не очень-очень крутая экспертка. Но конфетку вы как-то видели в этой жизни, не она. Ну, да, я пришел, посмотрел, то есть, ну, салон, извините, я себе такого салона не позволяю, то есть, содержать так машину, то есть, при всех, так сказать, как бы, нюансах, вот, бампер явно битый, человек утверждает, что машину ни разу не купил. Ну, дальше все понятно, знаете, эти сказки, это все понятно. Я вот к чему, просто Кио Рио раньше был калининградским, сейчас новый Кио Рио, который у нас выпускается, он идет питерский, он же Hyundai Solaris, и если тем более 1,6 механика, то это одна машина, а если 1,6 автомат, то это совершенно другая машина, по характеру, по ездовым возможностям, по достоинствам и недостаткам. А почему ваша дочка, например, не смотрит в сторону Джимни, уж если пошел разговор о Кливенсе? Ну, Джимни это совсем, как бы по прыгунчику вазик, как он так японский. Да. Вот. Не справится? Не совсем багажник, ни багажника, ничего как бы нет. Я смотрел, ну, так как машинка, как прикол, как бы, да, такой небольшой. Дочки, Алекс, дочке сколько лет? Дочке 20 лет. То есть, в 20 лет ей нужно что, дрова возить? Или, в всякий айфон? Нет, ей дрова возить не нужно, айфон, она как бы, ну, не приемлется, вот, что ей нужно возить себя, и за, как бы, зимой, то есть, постоянной вылазки за город на гору кататься на доске. На гору Джимни влезет. Джимни на горе будет смотреться победителем. Ну, они же, они же, как бы, все равно там, все эти, гернолыжные трассы, они же, ну, как-то худо-бедно чистятся, ну, как бы, иногда не совсем хорошо, поэтому, я смотрел, как бы, эту зиму пришлось мне ее возить, и смотрел, наблюдал, как бы, ну, люди там на БМВ, то есть, ездят там, чиркают там, и так далее, и так далее, ну, как бы, вот этого я просто не хотел, потому что у меня любая, так сказать, кузовнина, ну, так, теперь ты кровью обливаешься, я понимаю, что это железо, но, тем не менее, жалко. Итого, вы нашли SX-4, у вас с дочкой по этому поводу есть определенное взаимопонимание, вам осталось что, на чашу весов бросить еще чье-то якобы экспертное... Нет, SX-4 я нашел, ей больше по душе Рио, вот, и вот у нас, как бы, здесь немножко есть противоречия, потому что она считает, что SX-4 это более, так сказать, остановить для взрослых, а вот для девочек, как бы, да. Так возьмите Рио хэтчбэк, и она будет счастлива. Ей же ездить, ей же влюбляться, ей же радоваться, сколько может папа покупать ей новый сарафанчик, она уже сама давно ходит в джинсах, которые с удовольствием выберет без папиной помощи. Ну, как бы так, как в последнее время, как бы так и делает. Конечно. Она взрослая, ей 20 лет, ей нравится Киа Рио, тут появляется папа, заботливо защелкивает наручники и говорит, доченька, я же тебя люблю, посиди-ка ты, пожалуйста, на цепи, а я тебе расскажу, что такое хорошо и что такое плохо. Папа, уже поздно, все, она на Киа Рио, счастливая, довольная, в ярких цветах, без айфона, с будкой на крыше под названием лыжи и снаряжение, уезжает светлое завтра, если что, звонит папе, говорит, папа, хватать трос, притащи меня куда-нибудь в цивилизацию. На основании того, что вы папа, бесполезно. Ну, не знаю, может быть, воспитание некоторое как бы есть, она как бы так скромно заявляет, ну, правильно, мне нравится вот это, нравится вот это, но равно же последнее слово будет за тобой, ну, это напоминает регионка как бы на заклане, но, тем не менее, такая фраза как бы, ну, немножко с укором была произнесена. У вас замечательная совершенно семейная атмосфера, где нету места для ссоры, есть место для обсуждения, но ребенок свой выбор уже сделал, осталось папе с этим смириться, потому что, сколько бы вы умом за нее не выбирали что-то другое, бесполезно, ребенок уже вырос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Николай зовут. Я рад вас слышать. Я тоже рад, потому что с первого раза не получилось, а ссоциалили. Вот. Ну, помянуть тему про Вольву, у меня два автомобиля одновременно в эксплуатации XC90 и Toyota Camry. Вот, ничего плохого ни про то, ни про другое не могу сказать. Замечательные автомобили. А Toyota какая, я не расслышал, помеха прошла? Camry. Camry. Camry 2.4 с автоматом родной Японии с 7-го года. Вот. И, собственно, в чем вопрос? Поскольку обе машинки у меня с 7-го года, вот одну из них уже, наверное, надо поменять. Вот. Тяжело. Да. Решился, долго думал, с чего же начать, решился все-таки менять Camry. Вот. А вот альтернативу смотрю или Passat CC взять, или Mercedes E-шку. Вот. Что бы вы посоветовали? А вам для статуса или для красоты? Как-то не то, что я гонюсь за статусом, но вроде там уже лет 50 там с лишним и хочется на красивой машине ездить. Ну, красивые они обе, особенно E-шка, вот нынешняя после рестайлинга. на мой взгляд, она стала еще интереснее, еще правильнее. Но у E-шки задние... Особенно дверка красивая мне нравится вообще. Но это было бы совсем шикарно. Вы в нее метите или все-таки четыре еще дверки пока? Да вот не знаю, вроде как иногда кого-то и посадить хочется. А часто? Да нет, не часто, очень редко. Дети уже на своих машинах. Вот в том-то и дело, они уже выросли, а вы все еще семейные... 99% случаев я езжу один. То есть вы пока еще, вот как хозяйка, как мама, у которой двое детей, муж, и она щей варит всегда ведро, потом дети выросли, она продолжает варить ведро, потому что она просто не умеет закладку продуктов делать на двоих. И также у нас с вами ощущение, что а еще пригодится, а я еще приеду. А внуков вожу иногда, их у меня тоже уже четверо. Ну, внуков, да, хотя их тоже можно возить, но неудобно. В купе очень неудобно внуков пристегивать задки, как-то контролировать. Но если говорить о себе, то ешка, купешка. Если только вас не напрягает задний привод. Вот я никогда не ездил практически на заднем приводе, то есть сколько у меня было машин, был, вернее, практически задний, в свое время Мусо, Самиенка такой, знаете. О, конечно, носорожище. Практически задний, чем полный, там полный очень трудно было включать. Вот. В общем-то мне не понравилось на заднем приводе. На заднем сложно. Задний требует других навыков управления. Машина в повороте ведет себя иначе. Но Мерседес все-таки, ведь Мерседес сделан в расчете на то, что клиент у него многоразовый. Это Жигули сделано в расчете на то, что клиент одноразовый. Ну, подумаешь, разбился. Мало ли, что там размазало об столб, следующий придет. А Мерседес своего клиента бережет. Поэтому заднеприводность Мерседеса не является его серьезной проблемой и неприятностью. Это его особенность. Это особенность требует... Тем более, это же у меня в основном зимняя, летняя будет машина, но зимняя это все-таки все равно у меня останется. Или XC90 второй машиной, или что-то другое взамен куплю. Николай, вы наконец-то переступив вот этот порог 50-летия, подступились к тому, чтобы купить машину не ту, которую надо, а ту, которую хочется. А хочется купе Мерседеса. Купите, потому что выглядит она блистательно. Едет она очень достойно. И вообще, сутью своей, в общем-то, даже где-то как-то оправдывает ценник. Вы не будете жалеть об этом автомобиле. А вот те редкие попытки кого-то подбросить, подвезти, еще как-то, может быть, второго, третьего, четвертого человека посадить с собой, ну да, они тоже в принципе там разместятся. Потому что машина-то здоровая. Ой, какие приятные мечты. Вадим, здравствуйте. Алло. Здрасте. Добрый день. Ура, это чудо. Дозвонился с первого раза. Дебютантом везет. Да. Большое, прежде всего, большое спасибо вам за вашу передачу. Спасибо, что слушали. Очень интересно. Очень, очень позитивно, очень показательно. Как ни странно, позитивно. Вот это самое удивительное, с вчерашнего дня мы как раз обсуждаем с вами, что оказывается, это все еще и позитивно. Да. Что приятно. Временами можно найти позитив. Вот. И спасибо вам отдельно за него. Спасибо вам, Вадим, за добрые слова. Мы сейчас будем упираться в новости, поэтому будьте готовы продолжить разговор после них, но начинайте его уже сейчас. Хорошо. Так что у вас, Вадим? Так, ну, вопрос такой. Машина Opel Astra DG, дизель Isuzu. Так. Вот. Ну, машиной очень доволен был, то есть, немецкая неубиваемая подвеска просто. Ну, вот как бы, значит, сейчас уже подошел пробег 200 тысяч. Вот, Вадим, прервемся на новости и продолжим, поскольку это любопытно, 200 тысяч. У нас на связи Вадим. Вадим, у вас очень ведь редкий автомобиль. Opel Astra с дизелем. Это довольно нечастое явление. Вы его когда брали? Сколько лет тому назад? Я его брал три года назад. Пробег с сервисной книжкой, пробег по Германии был 98 тысяч. Ага, любопытно, довольно редкое сочетание с сервисной книжки пробега 98 тысяч. Да, я сам, я сам очень даже удивился самому факту наличия сервисной книжки. А вы брали его в Троидыни или где? Нет, с рук. То есть, вы сами покупали его в Германии? Нет, пригнал мой знакомый, годик поездил и продал. А он покупал в свою очередь где? В Германии? А он прямо в Германии. Ну, прямо в Германии. Германия же большая, там можно купить на официальной площадке Троидыни у дилера, а можно, например, на... Вот это я не в курсе. Любопытный момент. Но, так или иначе, у вас очень, конечно, редкий автомобиль, потому что на нашем рынке дизельную Астру днем с огнем не найдешь. Да, я знаю. Я так понимаю, у вас только позитивные эмоции. Да, прежде всего от немецкой неубиваемой подвески и просто от дизеля. Ну, вот как бы... Ну, вот понимаете, значит, в чем дело? Прежде всего, я по жизни однолюк, с машинами расстаюсь очень тяжело. Прямо как это, цена, развод. Да. Но вот как бы уже 200 тысяч и единственный неприятный факт, вот за два года у меня дважды горел блок управления насосом. С чего? Вот что-то мне как-то подсказывает, что, возможно, в этом поучаствовала лучшая в мире солярка. Да, неприятно. Да, и вот, значит, вопрос. 200 тысяч Opel Astra дизель. Что можно ожидать? От дизеля ничего. Он еще 200 тысяч отбегает. Коробка у вас механическая? Да, да, коробка механическая. Коробка тоже у вас, я сильно подозреваю, что у вас, может быть, даже сцепление еще родное стоит. Нет, сцепление я поменял 180. Ну, вот, похоже на то, потому что сцепление там невероятно живучее. Подвеска в расчете на то, что это дизель, а дизель очень тяжелый, перетяжеленный, там другая калибровка по пружинам, по амортизаторам, там сайлентблоки другие. Это, конечно, большой плюс. Ой, простите, и когда сняли, оно еще как бы было неубитое. Вадим, поскольку машине повезло, так же, как и вам с ней, то вы, конечно, стольник еще точно накатаете без особых проблем. Я не поверю в 98 тысяч пробега. Я сильно подозреваю, что вашего приятеля очень аккуратно надули, но это абсолютно не важно, поскольку, даже если предположить, что на момент продажи там было где-нибудь, например, 150, что больше похоже на истину, и у вас еще две, то есть у вас сейчас 200, да там где-то стольник потерялся, то есть реально там пробег 300, а ему хоть бы хны, вот реально хоть бы хны этому автомобилю. Да, в общем, да. В общем, он будет бегать еще и бегать, и единственное, чем он будет, как всегда, досаждать, то есть через какое-то время у него начнутся вот эти неприятности с окислением разных контактов по электронике. Тут не то, там не то, только потому, что он оказался в другой географической зоне. И это тоже не факт, что ему на роду написано, но вот эти вот неприятные глюки, особенно в плохую погоду, это типа симптомов радикулитов у человека. Не так, чтобы болит, но что-то тянет. И здесь не то, чтобы не едет, но как-то вот чуть-чуть что-то не то. Вы знаете, в последний раз глюки были именно вот с блоком управления. То есть на холодную бежит великолепно. Как прогреется, ну, ну, начинается подтупливание, поддергивание, а потом это все дело умерло. Сняли, перепаяли контакты, опять побежало. Замечательно. Как же везет некоторым машинам вот из-под не самого радивого немца, а потом оказаться в руках у Вадима, который продляет жизнь невероятной заботой. Здорово. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам за передачу огромное. Спасибо вам. Замечательно. У меня такой вопрос. Сейчас езжу на Лансере в 10-м 1,8 на ручке, ну, с 9-го года. Ну, в принципе, машинка как бы радует, бегает, стойки, как обычно, поменялись. Вот. А заглядываюсь на Суперб, вот сейчас, по-моему, рестайлинговый, да, должен выйти. Наконец-то, наконец-то. Да, и как бы сын, когда родился, я понял, что на Лансере вообще ничего невозможно, поскольку багажника нету. Просто нету его. Вот. И вопрос такой, Суперб, он, насколько я понимаю, бывает еще варианты полноприводные, но, если я позарюсь на такой вариант, не буду ли я единственным в Москве, который на нем будет ездить? Нет, не будете, потому что вот именно с этого года произошло гамма, расширение гаммы. Раньше полный привод был только, вот, например, универсала с кузовом, то есть с двигателем V6, TFSI-овским, что было, конечно, дорого, потому что стоило как серьезный джип. А теперь полный привод, он доступен практически с любым мотором и с 1.8, TSI-м, и с дизелем, их стало гораздо больше, и это очень правильно, суперб, даже неважно, он у вас будет хэтчбэк или комби, ну, универсал, но на полном приводе это, конечно, упоительная машина будет. А коробка там идет семиступенчатая на ней? Да, у него DSG семиступенчатый. А вот слышал, что все-таки с 6-й вроде как разобрались, доработали, а с 7-ми еще существуют нарекания, это действительно так или я ошибаюсь? Бессовестно врут, нарекания есть там и там. И поэтому 5 лет гарантии отдельно на коробку, даже у нас. А, вот, вот этого момента я не знал, спасибо. Ну, я думаю, это такой автомобиль достойный все-таки по размерам, по качеству. Суперб, это один из самых достойных автомобилей, а если вы все-таки найдете в себе силы нравственные и возьмете именно комби, туда можно столько, коляска входит сама и выходит сама. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Какие приятные хлопоты. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Взаимно, взаимно. Значит, у меня ХЦ 90 2008 года 2,5 Т. Очень приятный автомобиль. С детства лелеял мечту купить Вольво. Не знаю почему, но почему-то они мне всегда нравились. Наконец-то я в конце концов осуществил эту мечту и до сих пор рад этому. Хотел у вас спросить, сейчас пробег у меня порядка 78 тысяч. Что ждать можно от него сейчас? Неприятность никаких. У вас по коробке были проблемы? По коробке нет никаких. То есть, за все время саплотации проблем никаких не было вообще. Тогда уже и не бойтесь. Потому что, если бы с самого начала что-то не заладилось, то не заладилось бы в первую очередь именно с коробкой. У вас с коробкой все в порядке, а все остальное, да, там все нормально. Отработанная отработанная конструкция. И вы же не зря полюбили Вольво, вы же с детства помните, как они мимо нас проезжали во всей красе. Да, да, с флажками и с дипкорпучическими номерами. Да, да, а особо пытливые дети, они знали, где стоянки дипкорпуса, и туда с такими шныристыми выражениями носа и с хитрыми глазами ходили через забор, смотрели, как это выглядит. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Единственная вот проблемка у меня, я понимаю, что он все-таки по сути своей, наверное, американец, он вальяжный, развалистый, мягкий, и вот у меня сейчас, скажем так, зад немножко потряхивает на кочках, то есть, идет вибрация, такое ощущение, что перестали работать амортизаторы как-то. Или у них особенность такая? Нет, нет такой особенности. Нет такой особенности, да, понятно. Значит, амортизаторы. Ну, можно это предположить, у одного из дилеров Вольво, по-моему, у независимости, у них на Корчагина был раньше стенд, который проверял остаточный ресурс амортизаторов. Ага. Много лет тому назад я к ним как-то заезжал, на машине, причем другой марки, они тогда были дилерами всего-всего, и у них очень хорошая была Вольвовская ремзона, и мне на тот момент стенд работал, и как раз я к ним загнал свою машину, и они проверили у меня остаточный ресурс амортизаторов. И вообще, иногда, когда у меня какое-то подозрение возникает, что что-то вроде зад кидает, то ли может быть люфты там по сайлентблокам пошли, а может быть амортизаторы. Я приезжаю на станцию государственного технического осмотра к ментам поганым. Я говорю, слышите, менты, дайте глянуть, а, что там, потому что у них-то как раз вот этот вибростенд, который проверяет тормоза, он проверяет в том числе и ресурс амортизаторов. У вас единственная проблема в том, что машина полноприводная, и у вас всегда на заднюю ось дается 10% преднатяга крутящего момента. То есть, раньше Вольво Хосе 90-й, он был строго переднеприводный, а зад у него догребал уже по мере необходимости, а сейчас он строго полноприводный в соотношении 90 на 10, вот если без нагрузки. Ну, если с нагрузкой, соответственно, крутящий момент перекидывается. То есть, у вас задние колеса, они тоже постоянно в работе. И вот тут менты могут и не сладить, а вот ребята из независимости, если у них на Корчагина все это еще живое осталось, очень даже, может быть, и помогут. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, по крайней мере, есть такая надежда. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам за передачу. Я так постараюсь побыстрее задать вопрос. Приобрел поддержанный Citroen Berlingo, четырехгодовалый. Ух ты, хороший автомобиль, кстати. И да, и предполагается, ну, чтобы его хватило бы тысяч на сто. А сколько у него сейчас? За четыре года он сколько пробежал? 120. А мотор у него 1.6? Нет, 1.4. 1.4, ручка, 75 лошадей. Ну, при бережном хозяине оно, конечно, проживет. Потому что 1.4 это тот самый базовый двигатель, который, с одной стороны, он в коммерческой линейке себя показал неплохо, с другой стороны, чудес не произойдет, потому что 1.4 всегда работает на пределе. То есть он пашет, пашет и пашет. Вы на этой машине просто катитесь, а он выбивается изо всех сил. У вас комплектация какая? Фургон или какой-нибудь Space? Нет, пассажирский. То есть пассажирский. Получается, что, скорее всего, с перегрузом эта машина не ходила. Вряд ли в ней возили кирпичи, то есть она не была коммерческим аппаратом. Это немножечко помогло двигателю. Как бы он был просто коммерческим фургоном, тогда точно можно было бы сказать, что его просто выбросили. Здесь 1.4. Симптомов нет? Нет, с двигателем особо нету. Единственное, что, ну, насколько я знаю, у них болезнь именно задняя подвеска, вот эта торсионная. Вот. И, походу, придется, конечно, поменять ее. Ну, не особо, не особо там проблема. И если она вдруг вылезла, это говорит о некоторой беспощадности предшественника. Ну, да, просто у них как раз вот эти игольчатые подшипники, у них в этом проблема. И просто, я смотрю, одно из колес уже начал домиком вставать. А, вот. Ну, уже, да, уже пора ехать к дилеру и вежливо делать вид, что вы хотите у него подчиниться, а потом подчиниться в гараже. Да, 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 именно, именно таким макаром все и будет. Конечно, еще не хватало. Но мотор сам по себе неплохой и у хорошего хозяина он послужит. До завтра.